Здравствуйте, друзья мои! С вами Шамов Дмитрий. Не знаю, началась ли сейчас трансляция или нет, не совсем понятно. И комментарий ваш не совсем видно, но надеюсь, что все хорошо. А, вот, все, пошло. Просто написали, что ошибка связи с Твиттером, и Твиттер не запустилась. Картинка, наверное, будет немного трястись, потому что ветер сильный дует, плюс похолодало очень сильно в Японии. И дождик сегодня с погодой не очень повезло. Ну, давайте начнем нашу прогулку. Всем доброе утро, кто встал. Ну, вот, смотрите. Прямо вы можете видеть, написано зеленым GR. Это вот как раз станция Кихабара, один из главных выходов. Слева вы можете видеть AKB 4TE Cafe & Shop. Там выступает время от времени, может быть, даже каждый день, я точно не знаю, девочки из AKB. И, а рядом вы можете видеть Gundam Cafe. Как-нибудь мы обязательно в них сходим, и я запишу там видео. Вы сможете все это посмотреть. Здесь вот, конечно, вы можете видеть. Прямо поезда проезжают. Ну, стандартная Акихабара. Но пока, как вы видите, аниме-магазинов здесь нет. Но я думаю, мы сейчас до них дойдем, и вы сможете посмотреть. Ну, что ж, давайте постепенно будем двигаться. Эту запись вы сможете посмотреть потом, вернее, этот перископ в записи. Я думаю, что раз так, это первое тестовое, и плюс, чтобы рассказать другим людям на канале об этом, я залью ее на главный канал. Ну, скажу, что у меня есть теперь более-менее нормальный телефон, на котором можно делать записи перископа, и надеюсь, что вам понравится. Кстати, напишите, пожалуйста, хорошо ли видно, хорошая ли картинка, не слишком ли все трясется, и вообще как получается. Потому что с прошлым телефоном было не очень. Я как раз вчера себе приобрел новый, чтобы как раз с перископом можно было снимать. Всем доброе утро. У кого там утро, у некоторых, я знаю, уже не утро, например, кто во Владивостоке живет, а может быть, даже смотрят иностранцы. Я специально еще название написал дополнительно на английском, чтобы люди понимали, что это Акихабара, кто не умеет читать по-русски. Ну вот, хорошо, отлично видно. Давайте немного пройдемся. Вот, я тут смотрю, летят без перерыва какие-то сердечки. Я не знаю, зачем они нужны и что они дают, но так как они летят, и они здесь зачем-то есть, то буду рад, если вы их понажимаете побольше. Привет из Тюмени. Всем привет, где бы вы ни находились. Я рад, что моя книга вам понравилась. Кто не читал, обязательно еще прочитайте. Вот, видите, здесь уже можно понять, что мы приближаемся к Акихабаре. Ну, правда, мы на ней находимся. Но, как вы видите, уже анимешные всякие постеры. Вон реклама Tales of Berseria. Это новая игра из серии Tales, которая выйдет когда-то там. А, вот 7-18. А, или там кампейн какой-то. Вон там сейчас можно посмотреть, когда выйдет. Правда, за деревом не видно. Сейчас мы немного пройдем. Ага, 18-го августа выходит. Вон реклама Данганрон по 3. Таке Щикатана, про которого спрашивали в группе. Это известный очень японский режиссер. Кто не смотрел его фильмы, очень советую. Как вы понимаете, конечно же, здесь очень много иностранцев. Все-таки Акихабара. Книга, кто не знает про книгу, это я могу вам рассказать. Это моя книга, называется «Русский дух в стране самураев». Кто не читал ее, обязательно прочитайте. А кто вообще не знает, кто я, и первый раз случайно попал сюда на перископ, то посмотрите прям в профиле самого перископа. Есть ссылка на мой канал, там все увидите. Сейчас вот мы здесь пройдемся немного. К сожалению, в японских магазинах, продающих игрушки и прочее, нельзя снимать. Ну, там я имею в виду фигурки всякие. Но если будет возможность, мы там что-нибудь тайком, как ниндзи, поснимаем. Гостевая виза по-японски называется «Щотай виза». Пригласительная, по сути, виза. Кто едет по Японию, приезжайте, конечно же. Я надеюсь, вам понравится, и вы проведете здесь хорошие каникулы, там, отпуск, или что у вас там будет. Вот, приезжайте в августе, правда, будет жарко. Это сегодня холодно идет, дождик, а вообще здесь очень жарко. Ой, что-то я как-то заснял, только знак, получается. Да, я живу в Японии, уже скоро пятый год будет. Полуголые девушки. Это специальный фан-сервис для вас. А вот гейм-центр. Давайте немного зайдем в гейм-центр, правда, меня плохо будет слышно, потому что здесь очень громко. Здесь очень много этажей. Здесь очень много. Комму-то не повезло. Здесь очень много этажей. Пикачу Сказали, что снимать нельзя, набежали на меня Даже рукой прикрыли Моё самое любимое аниме Это, наверное, Врат Аштейна Я так думаю Недавно, кстати, посмотрел Называется анимешку Буквально вчера Называется Дэспарей Типа Парад Смерти Я сделаю на него видео на канале Расскажу о нем Об этом Об этом аниме Надеюсь, что вам понравится Надеюсь, что все хорошо видно Эхо Террора, да, хорошая анимешка Я тоже ее как-то советовал у себя на канале Еда продается, сейчас посмотрим Это тако яки делают Видите, вот так переворачивают Там внутри Тако Этот осьминог Это такое тесто с осьминогом внутри А вот яки тори делают Мэйдо сонг раздает листовки Мэйдо кафе приглашает Мэйдо кафе приглашает Ну, видите, она специально повернулась Не хочет, чтобы мы ее снимали Да, на улице идет дождик Ну, такой, знаете Моросящий По-японски называется Косами Типа мелкий такой Моросящий Дождик Ну, видите, сейчас перископ вроде нормально работает Значит, была все-таки проблема С предыдущим телефоном Вот здесь, видите Мэйдо кафе Сейчас покажу Видите, Мэйдримин Это одно из самых популярных здесь На Акихабаре Во всяком случае, так говорят А вот рядом Ретро гейм Магазин ретро игр Да, в Мэйдо кафе снимать нельзя Только если Ну, там бывают времена Когда они могут разрешить Если спросить А так вообще, конечно, снимать нельзя Да, я приобрел себе Айфон 6s Я еще делаю Потом видео Расскажу, как я его приобрел Он мне достался практически даром На Акихабару я просто приехал Именно, чтобы вам перископ записать Здесь у меня никаких дел на Акихабаре нет По своим делам Я уже сегодня съездил На станцию Мегуру В другом месте И по пути решил заехать Подумал, что возможно Вам будет интересно посмотреть На Акихабару В реальном времени Времени у нас сейчас Два часа Два часа дня Как вы понимаете Да, почти за бесплатный телефон Получился Из-за того, что я вообще Перешел на другого оператора Он называется Эйю Я потом расскажу Там такая довольно интересная история Вон еще Мейду стоит Сколько бы утра у вас сейчас не было Всем доброе утро Вот здесь тоже Разные заведения На канале было видео Связанное с покупкой телефона Я рассказывал Но в этот раз Я приобрел по-другому И плюс В Японии Изменить Какие правила Для покупки Телефонов И вообще Любой такой вот техники По сути в рассрочку Для иностранцев Вот именно Изменились правила Поэтому я о них Позже расскажу Думаю, что для тех Кто собирается в Японии Что-то приобрести Будет интересно Об этом знать Вот фигурки Всякие Привет в Австрию Привет в Австрию Тоже Ну как вам вообще нравятся Такие перископы Если я буду их делать Время от времени Например Несколько раз В неделю Из разных мест Японии Видео может быть Временами размыто И это может быть Еще дождь попал Сейчас я Камеру тут немного Пальчиком протру И может быть Станет получше Вот вход в метро Вот мы наверное Прошли уже Все самые главные Магазины Ну они мои магазины Я предлагаю Перейти на ту сторону И пойти немного В обратном направлении Посмотреть что там стоит С другой стороны Пока зеленый цвет Надо перейти Так Сейчас будет сильно трясти Потому что я иду быстро Ну Относительно Не забывайте там Ставить лайки Если вам Нравится Это видео Я постараюсь Вас не уронить Я Буду заботиться О вас На работе Конечно Нельзя перескопить И вообще На работе Снимать Ну Большинство Если вы работаете Где-то в ресторане То конечно Там снять можно И то зависит от места Паста продается Кушать что-то захотелось Очень сильно Прохожу Столько еды здесь Счинчику тоже Может быть Следующий раз покажу Мозбаргер Мозбаргер Нашли какую-то проволоку В скором времени Вы сможете увидеть Сейчас покажу вам Гощапоны Правда внутри Вряд ли Можно снимать Но здесь В ближайшем В ближайшем месте Можно Гощапоны Это вы бросаете монетку Крутите И можно что-то выиграть Комер из драганбола Разные Фрукты Типа для телефона Как я понимаю А вот Есть Да К сожалению Вовнутрь я пока Войти не могу В следующий раз Когда я буду Может быть Стримить где-то На Акихабар Я договорюсь С несколькими магазинами Чтобы они разрешили Поснимать И тогда я смогу Снять Вот Знаменитая Японская Пластиковая Еда Ну она То есть Вы ее есть не можете Это как Сэмплы Просто Показывать Как будет Еда ваша Выглядеть У них В Японии Целая культура На этом Кто не смотрел Видео у меня есть На канале Про Типа небольшой Магазинчик Такой еды Это обязательно Посмотрите Как бы Вы не ожидайте Что здесь будет Супер качество Потому что Я все-таки Иду по улице Здесь это Мобильный интернет И Это вообще Трансляция В перископе Все-таки Это же не Запись На телефоне Сейчас пройдемся Посмотрим Что еще есть А вот магазин Видите С кучей фигурок Правда Внутри Точно Снимать Нельзя Там Даже Знак Был Знак Нельзя Смотрите Как Двое 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 с Двое Можно Двое В Нельзя П что-то вылезло что-то а знаете такие подушки в интернете была очень популярная картинка типа ты спишь рядом с кем-то вот она такая сам на самом деле первый раз увидел лайки там не забывайте ставить если можете как вы понимаете на тихо баре это много продается разных электроники поэтому здесь вот в основном это час магазины с электроникой если уж вы хотите именно made of kp либо анимешные магазины тут есть целые огромные центры там пятиэтажные где можно все это приобрести глючит на самом деле не от лайков возможно глючит от вашего интернета посмотрите какая мейда и да иностранцев здесь очень много практически каждый второй если вы видите что идет азиат это не значит что он японец здесь и китайцев много и из других стран азиатам вот на смотрите разблокировали поддержанный sim 3 iphone 6s за сколько можно взять за восемьдесят восемь тысяч иен вот видите если вдруг кто заинтересовался и думаю себе потом приобрести айфон здесь сим 3 это значит что его можно использовать будет и в россии потому что японские телефоны они обычно залочены на оператора и вы не можете их использовать в россии вообще другую симку не вставить переведите пожалуйста сами я не могу сейчас перевести вообще умножайте на 0 6 примерно сумму и тогда будет в рублях а так вообще есть такая штука вот люди сейчас спрашивают сколько это будет в рублях типа переведи и так далее на самом деле берете такую вещь называется конвертер валют и она вам автоматом все переводит к сожалению сейчас рубль довольно сильно упал почти что в два раза плюс на фоне того что великобритания выходит из евросоюза японская иена подросла поэтому теперь 100 иен стоит аж 64 рубля практически что не очень хорошо когда я приезжал в японию ну почти пять лет назад 100 иен стоило 33 что ли 34 рубля то есть смотрите почти в два раза и конечно же сейчас ехать в японию не очень выгодно но не то что выгодно дорого у кого интернет медленный или у кого очень качество плохой я надеюсь что вы сможете посмотреть потом ту же самую аки хабару и то же самое видео потом на компьютере когда я залью это видео на канал прав не знаю насколько хорошее качество будет у записи так и давайте сейчас перейдем вот показали а нет ну давайте уже дождемся не будем мы в этот раз идти а звук такой который вы слышали это звук пешеходного перехода для слабовидящих или незрячих людей чтобы они понимали что переход закончился и нужно постоять либо перейти быстрее вот спереди вы можете видеть где лягушка еще такая третий этаж написано это манго киса манго кисатэ это манго кафе где вы за определенную плату берете мангу вы хотите там очень много всяких стеллажей вам выделять небольшую комнату по комнату по сути два на два метра и вы можете там читать мангу можете даже ночь там провести дожди идут сегодня вот даже дождь идет о смотрите рекламирует шурму по моему кебаб сожалению получилось да рано если смотреть по москве по времени потому что потом мне уже не получится сюда приехать заснять или там сидеть здесь до вечера но надеюсь что в следующий раз я сделаю например часов 5 по моему вечера потому что в японии очень рано темнее и ничего не видно будет ночью поэтому если по моему времени это 5 часов то по вашему времени это будет например по московскому 11 часов утра по хабаровску по моему 7 вечера будет по владивостоку тоже 5 всем привет кто только подключился правда сейчас мы уже наверно до конца улицы дойдем и будем на этом закругляться видео получилось довольно не видео перископ довольно долгим но надеюсь что интересным кто хочет смотреть и дальше перископа не только вот в реальной трансляции а просто уже потом в записи то подписывайтесь на мой второй канал шамов дмитрий лайф я оставлю еще ссылку в описании под этим видео когда залью его на основной канал подписывайтесь на него потому что все перископы что-то очень громко сейчас пройдем и я скажу так вот что я хочу сказать что все перископы которые я потом буду снимать они будут на лайв-канале потому что если вы хотите смотреть то подписывайтесь на лайв-канал некоторые какие-то избранные возможно из-за очень интересных мест я буду на главный заливать но в основном там так Микки и и и и и и и и Вот я показался. Реклама оверботча. В Японии тоже популярная, видимо, я правда не знаю точно, но рекламируют. Микки, привет. А я не знаю, сколько бикмап стоит. Не помню, 320 йен что ли или 380? Да, парни с микрофонами это за завалы. Она спрашивает, как дела? Так, ну пойдемте дальше, пройдем. И там уже ближе закончим. Так что вот, если захотите смотреть видео такие с перископа записи, то на второй канал подписывайтесь. Не забывайте и на со мной подписывайтесь. Кто вообще здесь первый раз, тоже подписывайтесь. Вообще везде подписывайтесь. И в инстаграме подписывайтесь, и в твиттере подписывайтесь. И что у меня там еще есть, тоже подписывайтесь. Вот, буду очень рад. Хорошо хоть дождик кончился и удалось снять. Так что, друзья, и не забывайте подключаться к следующим перископам. Я буду заранее, конечно, в группе объявлять. Поэтому, чтобы следить и не пропустить, советую подписываться на группу. Кто не подписал, а не подписан еще. Ой, какая машина классная поехала. Блин, не успел ее заснять нормально. Вот, всем отличного сегодня настроения. Надеюсь, что у вас будет классный день. К вечеру постараюсь выложить какое-нибудь классное видео. Я пока не знаю точно какое. У меня несколько разных есть. Надо их обработать и выложить. Поэтому постараюсь сегодня чем-нибудь порадовать. Так что, смотрите. Не пропускайте. И вообще, рад был со всеми вами пообщаться. Конечно, перископы довольно веселая вещь, что можно со всеми так вот поговорить. И даже одновременно увидеть вашу реакцию на что-то. Вот, поэтому, конечно же, это здорово. Ну, что ж, друзья, всем большое спасибо, что пришли. Уделили мне время. Я не знаю, сколько прошло времени. Наверное, минут 20, может даже больше. Но все равно я был очень рад. До встречи. Как говорится, счастья, здоровья, хорошего настроения или как там у нас сейчас популярно. Все. Всем до свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок